доброе всем утро начинаю новый влог решила начать его с моей спальни короче это постелила постельное белье девочки знаете новое и ну такое жесткое она симпатична но ну такое знаете короче я вообще не восторге от качества я в икее покупал знаете такое белье в полосочку белая ну вот который у меня всегда было очень классно такой мягкой вот которая знаете стиль от воды а это какой-то жестко это неприятно и слайф-хаки какие-нибудь чем постирать что сделать чтобы он стала мягким или просто надо смириться она вроде бы знаете лежишь вроде бы как бы спишь нормально но все равно ощущаешь телом как-то материал такой короче я так расстроена мне не понравилось вообще это вроде симпатично покупала в кофе стоило наверное где-то может быть 3500 ну в общем если вдруг увидите там такое белье не покупайте не советую реально жестко так ну что продолжаю влог и у нас слава богу затяжная зима позади не знаю как ваши дети но мои частенько болели особенно это коснулась катя иммунитет ее не справлялся да со всеми болячками да и сейчас ведь мы тоже раненые так скажем дома находимся вот у нас потихонечку весна наступила на улицах уже часто солнечная погода во всех знаете смыслах стала полегче но тем не менее нужно восстанавливаться и помогать организму выполнять запас витаминов и на помощь нам приходят вот такие любимые леденцы жидким центром от натурином производится не в германии без всяких гмо и консервантов в состав входит только натуральные фруктовый соки ароматизаторы и красители природного происхождения сочный цвет и вкус без химикатов находка в наше время я купила любимый вкус и девочек это клубнику апельсин и яблоко они кушают их каждое утро один такой леденец и исполняет суточную потребность организма в витаминах и микроэлементах тут целый набор витамин c и b1 b2 b12 фолиевая кислота биотин и другие у них широкая линейка 7 вкусов вот у меня это яблоко клубника и апельсин них есть еще фрукты черная смородина вишня и малина вы обязательно найдете те которые придутся вам по вкусу и вашим деткам ищите леденцы натурина в аптеках вашего города ссылочку и на них я оставляю в описании еще прямо сейчас у натурина проходит конкурс вкусные подарки в телеграме присоединяйтесь публикуйте свой пост голосуйте за понравившихся участников и выигрывайте сладкие призы правила участие и ссылку на телеграм-канал конечно же и оставляю все в описании всем удачи вас похолодало плюс 6 всего я уже в тачке сейчас еду колеса менять я очень надеюсь что у нас не будет больше зимы потому что хватит уже хватит сколько можно уже этого холода и серости дайте нам солнце до сих до сих пор не проснулась не завтракала кофе не пила в общем сразу умылась зуб почистил расчесалась за побежала короче говоря по поводу кухни пока у меня тачка греется хочу вам рассказать на самом деле у меня в планах не было покупать кухню за наличку потому что кухня это самое дорогое ну что разом вот так вот заплатить и я думала взять в рассрочку но в основном все фирмы дают в рассрочку там на год возьму и буду платить не спеша тихо к ним приехала посчитали кухню все она мне озвучила цену но на самом деле примерно так я и представляла что будет стоить но я рассчитывал 350 400 тысяч без техники но так оно и вышло но она мне озвучила две цены то есть я вот к ней приехала в офис и если я на месте оформляю договор все она делает свою персональную скидку и есть в рассрочку есть 50 процентов сейчас и 50 после того как кухня изготовится то есть где-то через два месяца если рассрочку то кухня стоит 440 тысяч а если без рассрочки от 50 процентов носите 50 через два месяца то 400000 то есть разница в 40 тысяч и такая были иных я такая сидела думала ну реально не хочется терять 40 тысяч просто на ровном месте внесла 200 тысяч за кухню все я купила ее должен приехать мастер сделать точные замеры и после этого уже она пойдет производства и начнется отчет 60 дней вот она говорит ну задержек не бывает ну и быстрее не делают потому что очень много кухни очень много заказов ну то есть где-то в месяц два ждать поэтому я хочу сейчас кухню заказать чтобы она уже там готовилась делалось вот а я уже потихонечку весь остальной ремонтом будут делать но 400 тысяч я вообще сейчас не планировала давать свой бюджет а потому что эти деньги меня были выделены совершенно другие цели я даже не знаю я просто шоке вашу впереди еще лето столько растрат я не знаю даже у меня мысли были что может быть мариночка пристановить немножечко ремонт и не знаю думаю очень сейчас есть о чем подумать еще сходим мою плитку поснимаем тоже надо будет внести ему аванс плиточнику покажет там чего он там сделал ну то есть я реально устала от этого ремонт просто хочу месяц ничего не делать можно так реально кто делает ремонт кто делал ремонта знает что это такое еще знаете сама муж как все время решаю договариваюсь голова вся в ремонте что только это уже вернусь домой и покажу вам кухню проект как она выглядит смотрится ничего так симпатично это тоже так в разнобой здесь речь на вот там дивана вот это будет речь на все это у меня и а вот это почти не боксит работает почти боксит работа как почти боксит что домой и знаете на какой мысли я себя словила немного расстроены потому что знаете я пришла себе посмотрела плитку эту все плитка вроде бы то но магазине когда его я ее покупала она была более светлая сейчас она выглядит более серой я не знаю с чем это связано из-за освещения либо из-за чего в один момент даже мысль такая появилась как будто бы плитка не та которую я заказывал уж я заказывал более светлую то есть я хотел чтобы у меня была светленькая плитка и вот акцент на стену она выглядит как будто бы серая я помню что еще магазине ходила смотрела выбирала плитку которая будет светлее я не говорю нет это когда темная более серая хочу более светлую я сижу и думаю может мне не ту плитку ну там уже естественно плиточник все сделал не за может быть из-за освещения но как-то знаете как будто бы не сочетается там моя плиткой испанская голубая с этой серой плиткой ну я не знаю что я немного подрастроена и надеюсь что когда все уже сделаю что будет смотреться симпатичнее я еще вопрос сделала в телеграме как раз у многих так то есть в процессе делаешь тебе не нравится в магазине казалось так на деле по-другому не знаю я надеюсь все таки что будет красиво в итоге смотреться но я что-то как ты знаете подрастроилась немного потому что повторюсь магазине она выглядела по-другому там везде эти освещение хорошее такое может быть это из-за освещения она кажется темнее не знаю вот такие дела такие дела еще плиточек мне сказал надо бану уже покупать потому что ванна может не встать ну короче вот эти все моменты катюш мы с настей в банде я ее прикрываю и она прогуливает уроки представляешь что я не прогуливаю пишет мама напиши отпустите меня с физкультуры обмани учительницу напишешь не ну как рассказывает в пр 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 или выпьер пару дней до пару дней назад написала нас и на четверку сама удивилась сама была в шоке в полном я я не отвечаю я почти везде написала рандомные слова типа игрушка стул диван кровать я просто не знала что еще писать я не избираюсь биологии ну а сегодня чё писали и как и что прям вообще плохо у нас после математики ушло около пяти человек но я думаю что хотя бы троечка глядя на катю смотри она как это как на курорте лежит ребенок просто все нельзя нельзя куда собралась боня всю ночь спит с девочками насти кидает свои пледы на пол отсюда и она да она просто орет по дверью и все орет 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 она всегда раньше со мной спала ну потому что девчонок всегда дверь закрыта она не только орет она прыгает на ручку да да она падает потом снова прыгает я прям слышу как ее тело падает на пол и я просто уже не выдерживаю прихожу открываю дверь и она вот так вот заскакивает кладется блин на пол ну иногда она может побегать просто похулиганить вот и все поэтому все время дверь закрыта потому что в последний раз когда я оставила дверь открытой вечером она прыгнула на мой стол прыгнула вон туда и уронила все что было у меня на полке да это не я была просто вы понимаете у девочек тут есть куда прыгнуть видите все полки заняты ну будем надеяться что настя не получит двойку у нас там указываю вам как выглядит моя будущая кухня еще должен замерщик приехать точно померить но примерно вот так вот кто-то скажет марина боже голубая кухня но на самом деле цвет он не такой яркий это просто на примерно нарисовала у нее нету точного цвета у нее в программе не было поэтому сделали голубой такой прям яркий голубой что мы видим под бокалы с подсветочкой тут у нас винный шкаф да да девочки винный шкаф встроенный он правда стоит полтос но я пока не знаю есть недорогие винный шкафы но они не встроенные встроенные подороже но я наверное ставлю под него место потом когда-нибудь я накоплю деньги и куплю винный шкаф это тоже моя девочка знаете хотелка мечта ну вот хочу я это кухня моей мечты пусть они сразу потом докуплю но место оставлю значит тут у нас встроенный микроволновая печь здесь у нас духовочка ну тут всякие ящики под всякую лабуду здесь у нас идет раковина посудомойка тут у нас плита холодильник и фасады значит фасады кухню я буду делать под потолок такие знаете как с фрезеровкой очень сейчас популярны модные а сверху просто гладенькие без ручек полностью то есть без ручек чтобы вы понимали кухня сразу дороже стало на 40 тысяч на 35 тысяч мы посчитали если сделать с ручками то минус 35 тысяч но я подумал что ой не хочу я ручки тут такие знаете так вот открываете здесь просто открываешь а тут с помощью толкателей ну собственно вот такая вот кухня цена вопроса 400 тысяч надо и также я сделала столешницу белую оля под мрамор но также и фартук точно такую же я решила вообще не париться поначалу думал ну может тоже какую плитку такую испанскую поставлю потом ай да ну нафиг сделаю все одинаковые тут и там светленькая просто и все так что такая кухня напишите как вам и хотела бы вам показать тут я приобрела кое-что для лица вы знаете да что я люблю всякие такие штучки и слежу за новинками покупаю пробую тестирую и вот такой прибор я купила для ухода и массажа лица вот так вот он выглядит предназначен для деликатного очищения микромассажа лифтинга увлажнения и тонизации кожи видите ультра тонкий компактный легкий но и упаковочка такая подарочная можно кому-то подарить аппарата три режима первый это клининг лон плюс он минус первый режим это ультразвуковая очистка лица второе это глубокое очищение кожи и третье это глубокое проникновение уходовых косметических средств кожу я решила протестировать первый режим это ультразвуковая очистка лица перед началом процедуры обязательно очистить кожу косметики желательно еще распарить лицо увлажнить теплой водой нанести на кожу лица проводящий гель на водной основе для ультразвуковой очистки я его купила кстати отдельно и все медленно перемещаем лопатку по линиям избегая прямого контакта с областью глаз и губ рекомендуемое время 10-15 минут умылась нанесла крем увлажняющий заляпала всю кофту на самом деле результат после первого применения я честно в шоке кожа как будто бы после пилинга гладкая у меня просто поры они очень сильно видны к сожалению я прям вижу результат после одного применения и такая гладкая отчитываюсь я по поводу аварии которая произошла и вот отзвонился мы представить тиньков сказал что все нормально там тот виноват вы не виноваты все подтвердили ожидайте поступления денег все тридцатка вот там такой ущерб вообще реально как бы не очень сильный но есть как бы да надо привести в порядок очень приятно что тиньков на самом деле очень быстро среагировал оставляю отзыв пользуйтесь девчонки не обманули реально очень классно страховая не думал что я столкнусь так быстро с этим но практика показала доверять им можно оформлять страховку можно и кстати когда я ездила путешествовать в турцию в израиль я оформлял страховку тиньков вот ну на всякий случай естественно страховка она нужна когда ты едешь в другую страну путешествуешь и все это легко очень делается через личный там кабинет все оформляешь относительно недорого все это стоит вот так что такие дела мы пришли в травму на прием в общем как всегда очередь сидим в очереди очень много травмированных попали под дождь катю слушать еле донесла тяжелая припарковались далеко потому что все места заняты в общем короче ходить нам до 26 июля да просто ходим не снимаем ничего очень ждем пока зарастет все . домашний режим едем домой погодка смотрите какая в питере на еще прикиньте такая дорога и просто я еду и просто посередине дороги переходит еле-еле с костылем за мужчина женщина за больше бабушка с дедушкой не на зебре просто посередине дороги плохая видимость ливень дождь идут себе посередине дороги я вот думаю о чем они думают перебегать даже не прибегать и переползать как улитки потому что с костылями и вот я остановилась пропустила но это конечно что заставляет людей так и переходить дорогу в неположенном месте неужели не страшно я не понимаю посылку здесь принты на футболочке сейчас буду распечатывать надеюсь понравится там еще добавила три новых надписи которые вы сами захотели чтобы они были на футболках то все таки надо прислушиваться к аудиториям так ну что показываю это у нас принты белые на черные футболки даже ведь даже не видно вам но вот наш котик утро доброе я нет и принты вот такие черные на белые соответственно футболки на же будут и белые и черные уже футболки уже готовы нанесению эти пакеты надо кстати докупить тоже черный кто-то мне писал марина вот ужас там чуть ли там не подпольное производство какой кошмар футболки вот лежат непонятно где и кошка рядом пробегает девочки это не еда в этом нет ничего страшного в любом случае вы когда получаете футболку надо ее постирать неважно в каком магазине вы покупаете вещь вы должны ее постирать обязательно и если вы думаете что вы пришли в магазин померили футболку и до вас не какой-то чесоточный человек не мерил ее то хочу вас расстроить это не так все мы знаем прекрасно да какие футболки у нас магазине висят из помады и с тональным кремом но ничего мерим как-то как-то живы все не умерли до сих пор футболки прямиком они прижат упакованные пачками с фабрики вот и только мои и серёгины ручки их трогают больше ничьи не переживайте все тут нормально знаете как происходит реанимация макарон мы их обжарила с колбасой добавляем яйца путь детства знать когда не было никакой роскоши просто макароны по баса хотя колбаса это тоже город порой без колбасы все это было и яйца получается очень вкусно это уже следующий день не поверите у нас плюс один колеса поменял он обещает снег но я надеюсь что это будет последний снег уж сколько можно короче знаете куда я сейчас еду выбирать затирку вот она значит плитка образцы ведь я свистнула из квартиры и вот думаю просто какую затирку брать на вот эту голубую плитку это не сочетается я вот смотрю то есть как бы я когда была в магазине повторюсь мне казалось что плитка была более белее а она оказалась ну в серый цвет больше уходит может быть вам еще неправильно передает менеджер магазина мы же там вместе выбирали ходили разные смотрели потом нарисовали программе там она предложила несколько вариантов раскладок мне понравилось я заказала но знаете на деле бывает что либо это из-за освещения повторюсь как-то темновато плитка либо я уже придираюсь не знаю ночи не знаю как убрать затирку надеюсь в итоге в итоге когда уже все будет мне итог понравится вот я конечно переживаю но знаете это дело такое магазине одно на деле другое вот я так вообще так устала от ремонта что мне уже хочется его закончить в любом виде так вот ставите убираю как вы думаете будет смотреться но тут вроде бы до в общем я выбрал две затирки честно это не знаю то ли я выбрала посмотрим а сейчас я хочу пойти посмотреть кварц свинила на пол я видела что он тут есть тот который я хочу он такой елочкой тоненький тоже по цене очень пойдемте поищем его кстати уже и сразу в отделами от зашла так вот мы пришли в отдел пар ценила и пока не вижу елочки вот прям хочу елочку все девчонки хоть убить где-то в два раза дороже стелить вот вот такой вот мне нравится в смысле не цвет а как укладывают елочкой но моего нету тут пар ценила я купила две затирки белый мрамор не знаю насколько он подойдет и такой вот небесный под ту плетку без понятия я хотела просто взять белый но у меня видите с мрамором ну тип такой под мрамор я подумал белый мрамор взять за сейчас отвезу на квартиру посмотрим вот надеюсь понравится я не знаю поняли вы или нет но мой энтузиазм немножечко я хочу остановить ремонт если честно я хочу заморозить на месяц потому что я немножечко не подрассчитала с кухней вышла все из-под контроля вот вчера ванну заказала можем деньги утекают и я посмотрю на бюджет и я понимаю что если еще с такими темпами я месяц буду тратить деньги то мне не на что будет жить для планируем дагестан лететь кстати все и забронировала тур многие за спрашивают марина что за туры такие просто девчонки это не реклама вот поэтому я и не сказала на таких таких очень много очень много мест почти нету но если вдруг кому интересно то я могу вам скинуть куда-нибудь в личку директ их аккаунт смотрите затирка идеально подошла сейчас проверим еще голубой цвет в жизни более голубее смотрится так ну что девочки куда смотреть решила и закончить бог давно я с вами не болтала я думаю по последним блогом видно что я сдаю позиции но я держусь и она ни в коем случае не жалуюсь я понимала что ремонт это дело непростое вот не все так радужно за кадром устаю иногда выгораю держусь и вы меня поддерживаете спасибо вам огромное вот такой комментарий я получила марина свою тебя с рождения кати могу сказать что за эти годы ты стала только лучше содержишь сама двух дочек купил одну квартиру другую машину участок выход на вб ремонт своими силами это просто невероятно ты большая молодец очень рада за тебя глядя на твою жизнь можно спел сказать что развод и и тогда идет на пользу браке не было никаких существенных изменений говорю исходя из того что ты рассказывала помимо больших материальных затрат у тебя получается еще и путешествовать сергеем с девочками это очень круто пока кто-то до сих пор живет с мамой ездит на одной машине сто лет марина за эти 3-4 года сделала больше чем некоторые за всю свою жизнь и просто ходячая мотивация во первых хочу сказать огромное спасибо за такой комментарий потому что это меня тоже мотивирует когда мне плохо я читаю такие комментарии бодрюсь потому что все мы люди я действительно за 4 года очень сильно изменила свою жизнь и вы стали свидетелями этому я могу так сказать а каждый выбирает и строить свою жизнь так как он хочет у всех разное понятие счастье вот меня не устраивало то что я сама создала да то есть и мне нету никаких там претензий обид не дай бог еще чего то нет просто я в свое время не знаю повернула не на ту дорогу вошла не в ту дверь я ни в коем случае не жалею ни о чем на то есть вообще ни о чем потому что все что я сейчас имею это результат моих действий и все что было это здорово это супер так оно должно было произойти оно произошло но в какой-то момент я просто решил повернуть на другую тропинку зайти в другую дверь знаете что самое сложного во всем вот этом это принять решение это самое сложное принять решение за уйти от мужа принять решение поменять работу принять решение не знаю миграция там не за переехать другую страну для кого-то да не знаю число принять решение там родить второго ребенка и какие-то решения которые кардинально менять твою жизнь их порой очень сложно принять и в этот момент ты понимаешь правильно ли ты делаешь а вдруг ты будешь об этом жалеть но ты же не узнаешь если не сделаешь вы думаете что я покупала двушку такая счастливая уезжала со съемной квартиры мне съемная квартира очень нравилось но я понимал что надо идти дальше все что я сейчас имею это результат моих каких-то решений эти решения были порой очень сложно принять я вам серьезно говорю вы думаете я не сомневалась в покупке трешки вы думаете не сомневалась покушке в покупке трешки вот такой вот без стен меня все отговаривали грубо говоря я когда маме склама мари ты чё с дуба рухнула серёгий скалагры серого ну как он в ремонтах он говорит чем это пипец не то что не отговаривали они высказывали своими они были в полном шоке все говорит чем это же жесть тебе надо платить ипотеку тебе надо делать дорогостоящий ремонт тебе нужно жить на съемной квартире это это просто жесть это на самом деле самое сложное решение было после развода и вам кажется что это все такое легко все так просто да вот я взяла переехала взялом купила взяла же сделаю ремонт это пипец очень тяжелее я очень рада делиться с вами вот этими всеми моментами жизнь без прикрас как она есть я не идеально человек совершаю ошибки оступаюсь без этого ника я это все вела к тому что вы сами строите свою судьбу что все в ваших руках если вашей жизни какой-то зайдите в другую дверь попробуйте что-то другой в жизни вас сто процентов получится спасибо всем больше за внимание пишите комментируйте и ваш комментарий всем пока